Помогать Египту и Израилю увеличить добычу газа и ускорить разведку новых месторождений в их территориальных водах теперь будет Европейский Союз. Взамен израильский газ будет доставляться по трубопроводу к египетскому терминалу на Средиземном море, а затем танкерами транспортироваться к берегам Европы. Об этом накануне договорились представители трёх сторон. Это происходит в очень трудное для Европейского Союза время. И действительно, мы снова переживаем войну на европейской земле. И поэтому сейчас мы находимся в процессе полной диверсификации нашей поставки энергии от российских ископаемых видов топлива к другим надёжным поставщикам. Многочисленные египетские месторождения газа в Средиземном море практически не использовались в последние 10 лет. Возобновление их эксплуатации и международное сотрудничество в газодобывающей сфере, по словам министра энергетики Израиля, стало возможным вследствие полномасштабного вторжения России в Украину. Египет и Израиль вместе взяли на себя обязательство поделиться нашими природным газом с Европой, помочь в энергетическом кризисе. К сожалению, этот меморандум о взаимопонимании подписан из-за вторжения России в Украину, которое привело к сильнейшему энергетическому кризису для друзей в Европе. Такие поставки газа помогут Европейскому Союзу ещё больше ужесточить санкции против Москвы. Ранее сделать этого не могли из-за зависимости от российского газа. Его в прошлом году страны ЕС получали более 40% от всех поставок. Первой страной, полностью разорвавшей энергетические связи с Россией, стала Литва. Я горжусь тем, что мы сделали это вовремя. Я, конечно, немного сожалею, что только этот регион заботился, скажем так, о безопасности снабжения и энергетической независимости, потому что, наверное, безопасность не имеет цены. От российского газа уже отказались пять стран Евросоюза. Благодаря этому поставки сократились на 13%. Примерно такие же потери Россия несёт в нефтяной сфере на фоне отказа Евросоюза от российской нефти. «Мы больше не можем зависеть от российского ископаемого топлива. Ясно, что нам нужно прекратить эту зависимость как можно скорее. Причём гораздо скорее, чем мы предусматривали до этой войны». Страны ЕС планируют ежегодно сокращать зависимость от российских энергоносителей. Полностью отказаться от них рассчитывают в течение пяти лет. Наталья Гус, Академия Штенгелов, специальный реинформационный марафон «Фридом» телеканала ЮАИ.